Когда старт следующего боевого пути под прицелом и что в нем будет интересного? Разработчики об этом буквально вчера поделились, ну и реальная информация была интересна. Во-первых, вся эта следующая тематика боевого пути будет передовая европейская техника, представленная на военной выставке, организованной внезапно, угадайте кем, нашим поставщиком Франсин де Ларош. Что это значит и как это будет выглядеть непонятно, но есть вот такая вот картиночка, которая будет либо на фоне боевого пути, наверное, а может быть ангар поменяется, было бы тоже забавно. Ну в общем посмотрим. Мы уже знаем, что в следующем боевом пути будет три наградные машины. Если вы их не видели, то на канале найдете премиумный ЛТ восьмого уровня на двадцатом уровне нас ждет Леопард Кокерю. На сороковом уровне нас ждет премиумная ББМК десятого уровня Аякс. И за достижение последнего пятидесятого уровня премиумного БТ десятого уровня КФ-51 Панзер. Остальные награды, которые вы будете на уровнях забирать, представляют у себя тематические подборки. С первого по двадцатый уровень все, что связано с компанией Кокерил. Там различные будут призы филипинской, индонезийской и турецкой тематики. В Великобритании с двадцать первого по сороковой уровень. И у нас уже с сорок первого по пятидесятый будет немецко-французская какая-то тематика. Опять же, что это будет? Это будут какие-то камуфляжи, декали, ускорители, платиновые контейнеры. Еще может быть что-то там, флаги может быть связанные с такой тематикой. Но и все, не будет на уровнях теперь тех самых одновременно любимых и ненавистных кейсов, в которых мы рандомно получали какие-то танки премиумные. Они переедут теперь в другое место. Это будут миссии. Самые большие изменения следующего боевого пути будут именно связаны с миссиями. И если честно, мне эти изменения нравятся, потому что я скучаю по тем временам, когда миссии представляли себя не просто типа так, чисто на фоне там, что-то там открывается, фармишь оттуда дополнительные монеты и как бы все. Я скучаю по тем временам, когда они были сами по себе миссии нелегкие, но и награды были хорошие, особенно, кто помнит, напишите в комментариях, четвертую, самую эпическую самую миссию, из которого ты доставал командира. Но как бы нет, если что, в этот раз командиров никаких не будет, но будут другие изменения. Если раньше у нас были эти миссии заточены под ОБТ, ББМ, ЛТ и ИТ САУ, то теперь первая миссия будет связана именно с миссией Кокирилл. Можно будет проходить эти миссии, только используя машины с башнями или орудиями от этой компании Кокирилл, включая Леопарда, который у нас будет в этом боевом пути. И я надеюсь, будет список машин, которые попадают под это название, под эти требования, потому что, если честно, я не очень-то знаю, в каких там машинах используются башни и орудия Кокирилла. Вторая миссия будет британской, и там уже можно будет использовать, ну, проходить эту миссию, используя британские машины, включая этот новый Аякс. Опять же, ну, здесь как бы миссия попроще, вычислить те машины, которые британские, ну, более или менее ты уже знаешь их. Третья миссия – европейские ОБТ. Их можно будет пройти только на европейских ОБТ, включая нового этого Панзера. Вот такая вот задачка сразу с ходу. Ну, и у нас еще будет, естественно, четвертая миссия. Но прикол в чем? Эти миссии станут немножко, соответственно, посложнее, но и награды будут интересны. В первых трех этих цепочках вы в конце получите ценный приз под названием «Малый европейский кейс». Ну, у нас есть сейчас кейсы изгнания. Так вот, это будет аналогичный, но с важными изменениями. Во-первых, в этих кейсах будет содержаться премиумная европейская машина с четвертого по седьмой уровень, которой у вас еще нет. И ура! В них не будет попадаться крашенки. То есть, их там не должно быть, по крайней мере. И все так же есть вариант, что даже если у вас некоторых машин нету, может выпасть тот самый приз «Последней надежды», как они назвали его. Один из следующих предметов там будет, либо опять ускорители боевых монет, либо 800 золот. То есть, вы получите, пройдя три первые вот эти миссии, три таких кейса, и это, в общем-то, неплохо. Правда, проходит мимо меня, потому что у меня с четвертого по седьмой уровень премчики есть все, но определенно это кому-то будет интересно. А вот следующая, последняя, четвертая, эпическая, так сказать, ячейка, там уже будет и побольше призы, и опять же, для некоторых это будет прям очень классная миссия. За выполнение отдельных миссий, там их будет в пять штук, то есть, последняя, получается, последняя вот эта вся цепочка миссий будет состоять из пяти таких миссий, и за каждую миссию вы будете получать по десять чертежей премиумного ОБТ десятого уровня Челленджа Стритфайтер 2. На канале есть, если что, видос по этой машине, не особо мне этот Стритфайтер нравится, только разве что внешне, и тем не менее, это премь десятого уровня, то есть, 50 частей точно получаете, когда будете проходить, и в финальной миссии вы получите уже большой европейский кейс. В этом большом европейском кейсе будет и больший наград, в нем будут содержаться уже европейские машины десятого уровня, которые у вас нету, в частности, Алтай, СТРВ-2000, Линк Скайрейнджер, Еберси Ягуар, Боксер Серви и Пума. И на этот раз, да, все так же есть вариант, что вам попадется что-нибудь другое, а не премь десятого уровня, но это будет еще 50 чертежей на Челленджа Стритфайтера, то есть, вы гарантированно за последнюю миссию будете получать премь десятого уровня. Ну, а, например, в моем случае, у меня Челлендж Стритфайтер 2 есть, вы получите 19 тысяч золотишко компенсации. В остальном, цены на боевой путь и все остальные моменты останутся прежними, и разработчики уже объявили о том, что старт этого боевого пути намечен на март. И я такой, чего? У нас тут как бы 7 марта, вот я сейчас записываю видео, 7 марта, и неужели мы в этом месяце получим следующий боевой путь, учитывая, что у нас еще не закончился этот, там осталась, по-моему, неделя. Это было бы просто охрененно, если бы они реально в марте его запустили. В общем, добивайте этот боевой путь, тратьте монеты, потому что они у вас на счету не останутся, а сгорят. А ускорители боевых монет все так же будут переходить и на следующий БП. Готовимся, ждем. Боевой путь интересный, с изменениями, как я, собственно говоря, люблю. Пишите в комментариях, что думаете на этот счет. Не забываем прожимать лайки. И увидимся в следующих видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok